Уважаемые студенты, доброго времени! Меня зовут Гузель Миниахметовна Юламанова. Я хочу с вами сегодня поговорить на тему о формах физических упражнений для студентов. Вы, наверное, сейчас думаете о том, что нам это неинтересно, это уже общеизвестно. Но моя задача сегодня вас переубедить в этом. Я хочу сказать, что физические упражнения – это ключ к хорошему самочувствию, здоровью и уверенности в себе. Я хочу вам раскрыть тайну о том, что если вы регулярно занимаетесь физическими упражнениями, то вы входите в тайну, в новый мир, в мир новых ощущений, восприятий, здоровья и уверенности в своих силах и в своих возможностях. Естественно, для того, чтобы начать заниматься физическими упражнениями, вы должны знать, какие именно виды физических упражнений нужны. Многолетние исследования многих ученых и зарубежных, и наших отечественных ученых пришли к выводу, что для того, чтобы быть в хорошей физической форме, в хорошем физическом состоянии, нужно всего 4 формы двигательной активности. Это аэробные упражнения, силовые упражнения, упражнения на растягивание и на баланс. Теперь я вам раскрою немножко об аэробных упражнений. Выполнение аэробных упражнений заключается в том, что когда вы их выполняете, вы достаточно потребляете кислорода, который вам необходим. Аэробные упражнения, какие они? Они помогают нам, расслабляют стенки кровеносных сосудов, сжигают лишний жир, снижают уровень сахара в крови, и улучшают, естественно, если это все у нас происходит, улучшается и настроение. И в сочетании с потерей веса у нас получается, снижается уровень плохого холестерина. Но я вам хочу сказать, что вот эти вот все процессы происходят только в том случае, если ваша двигательная активность происходит при режиме ЧСС 120-130 ударов в минуту. Какие же это аэробные упражнения? Посмотрите, пожалуйста, аэробные упражнения – это у нас езда на велосипеде, быстрая ходьба, бег трусцой и плавание. Вот эти вот разновидности аэробных упражнений. Следующий вид упражнения – это силовые упражнения. Силовые упражнения нам нужны для того, потому что мы с возрастом теряем мышечную массу, и поэтому необходимо ежедневно, еженедельно включать силовые упражнения. Для чего же нам нужны силовые упражнения? Во-первых, силовые упражнения стимулируют рост костей, снижают уровень сахара в крови, помогают в контроле над лишним весом, улучшают осанку и баланс. Какие же разновидности силовых упражнений мы знаем? Это различные приседания, отжимания, подтягивания и так далее. Самое главное – при выполнении упражнений на силу важно исполнять эти упражнения с правильной техникой. Если техника будет неправильной, то мы можем только повредить. Например, при выполнении приседаний вы должны приседать с прямой спиной, живот подтянут и как будто бы садимся на стул. Обратите внимание, самое важное – при приседании колени не должны выходить за носок. Это первый признак. Если при переутомлении у вас колени выходят за носочек, и тогда получается, мы травмируем коленный сустав и так далее. Все упражнения. Самое главное – когда вы выполняете упражнение на силу, после их выполнения, вы обязательно должны почувствовать усталость в тех мышцах, на которых работали. Именно в те мышцы. А иногда, если вы, например, выполняете упражнение на пресс, и если у вас устали мышцы шеи, значит, опять-таки, техника выполнения данного упражнения была выбрана неправильной. Следующий вид упражнений – это упражнение на растягивание. Это прекрасное упражнение. И хочу вам порекомендовать после беговых упражнений, после силовых упражнений, обязательно нужно выполнять упражнение на растягивание. Почему? Потому что при выполнении силовых упражнений мышцы напрягаются, набираются крови, кровоснабжение увеличивается, и они сами увеличиваются. Если вы будете выполнять упражнения на растягивание, то мышцы приобретают красивую форму, ваша фигура становится красивой, эффектной. И еще для чего нужны? Делает мышцы более эластичными упражнения на растягивание. И также увеличивается диапазон двигательных действий. То есть вы легко, свободно двигаете своим телом. Уменьшает боль и уменьшает риск, естественно, получения травм. Самое главное, при выполнении упражнений на гибкость, я вам хочу сказать, что при выполнении этих упражнений вы должны на максимально растяженном состоянии мышц удерживать их минимум 20 или 30 секунд. Только тогда разогретые мышцы примут в такую вытянутую красивую форму. Какие же упражнения? Наклон к прямой ноге, поза треугольника. Пожалуйста, посмотрите, поза треугольника. Это все тело должно быть во фронтальной плоскости. Живот подтянут, грудь раскрыта, колени выпрямлены, подтянуты. Упражнение полностью. И нужно удерживаться в этом положении. То же самое, когда вы делаете выпад, вы уже знаете, что нельзя, чтобы колено выходило за носок. Это травмоопасно. Следующий вид. Посмотрите, пожалуйста, какие основные принципы самостоятельных занятий. Многие ученые и зарубежные, и отечественные ученые пришли к тому, что всего-то ничего нужно, всего три условия выполнять, чтобы был эффект от наших упражнений. В первую очередь, тренируйтесь через день или три раза в неделю. Это почему так нужно? Потому что после одного тренировочного занятия, если это было в понедельник, и если это будет в воскресенье, то не будет кумулятивного эффекта. То есть наслоение нагрузки не будет, наслоение нагрузки одной на другой. Если вы тренируетесь через один день, получается кумулятивный эффект. Второй день накладывается нагрузка. И тогда у нас все функциональные системы организма начинают тренироваться. Повышается работоспособность. Следующий момент – это тренируйтесь непрерывно в течение 20 минут. Почему тренироваться нужно необходимо в течение 20 минут? Только исходя, когда проходит 20 минут, организм, все системы организма начинают вырабатываться. И начинается наша функциональная система сердечно-сосудистая, дыхательная, опорно-двигательный аппарат. Начинают работать, и тогда уже на ступень выше поднимается уровень подготовленности у вас повышается. Следующий – тренируйтесь энергично. Энергично я уже вам говорила, чтобы какой-то эффект достичь, нужно обязательно в первую очередь для начинающих, чтобы ЧСС было от 120 до 130 ударов в минуту. Но обязательно следить за своим дыханием. Почему за своим дыханием? Каким образом следить за своим дыханием? Например, при выполнении силовых упражнений вы должны делать вдох, когда вы расслабляетесь. То есть при выполнении приседаний, когда вы садитесь, это у нас расслабление. Вы делаете глубокий вдох, когда вы напрягаетесь, то есть встаете уже, вы делаете выдох через нос глубокий. И таким образом всегда на расслаблении вдох, на напряжении выдох вы должны выполнять. Следующее у нас. Я вас хочу познакомить с одним из разновидностей бега. Бег и ходьба – это режимы бега, какие использовать необходимо и удобно для вашего прекрасного самочувствия. Первая зона – это зона комфортная. Это именно для нас, для тех, кто только начинает заниматься. То есть бегун себя чувствует легко, свободно, легкое, тепло по всему телу идет, дыхание ровное, спокойное. Вдох через нос, выдох через рот. И получается, что ноги работают легко и свободно. И хотелось бы еще добавить скорость. Это у нас частота сердечных сокращений 120-130 ударов в минуту. Есть еще различные при увеличении зона некомфортная, а зона сложная уже. Поэтому пока это не будем рассматривать. Мы рассмотрим следующую форму двигательных действий. Чем полезна круговая тренировка? Мы познакомимся с круговой тренировкой. Круговая тренировка нам экономит время. За счет чего экономится время? За счет того, что мы отдыхаем очень мало времени. И получается, по кругу выполняем различные упражнения. Тренируя дыхательную и сердечно-сосудистую систему. То есть мы можем выбрать такие упражнения. Аэробные, например, прыжки со скакалкой. Беговые упражнения, которые будут тренировать сердечно-сосудистую систему. Также при выполнении интенсивной нагрузки, получается, если мы будем включать еще и аэробные упражнения, то у нас будет снижаться вес. Это все зависит от этого. Самое главное требование при составлении комплекса круговой тренировки необходимо, чтобы упражнения чередовались на разные группы мышц. На мышцы верхней конечности, на мышцы нижней конечности, на мышцы живота, на мышцы спины. Таким вот образом. И в зависимости от такой цели, какую вы хотите достичь, сжигания жира или формирования сердечно-сосудистой системы, то есть вы режимы все различные выбираете сами, естественно. Следующий у нас, я вас хочу познакомить, вы, наверное, знаете, может быть, кто-то не знает, но я хочу сказать, что такое табата. Вы знаете, что такое табата? Табата это у нас высокая интенсивная тренировка, которую изобрел великий доктор, японский изуми табата. Это еще в 97 году были его исследования. И он определил, что всего за 4 минуты можно совершенствовать и аэробную, и анаэробную систему, то есть какую вам необходимо. И 20 секунд работаете, 10 секунд отдыхаете, и 4 минуты по полной выкладываетесь, и уже через 4 минуты вы здоровы, счастливы, и уже уверены в себе и красивы. В чем же преимущество табаты? Табата отлично сжигает жир. Опять-таки ученые провели исследование о том, что при выполнении интенсивной работы в табате раунде за 1 минуту работы теряется всего целых 15 килокалорий. При том же, если мы бегаем, также 1 минуту в среднем темпе 8 километров в час, то теряется всего 8 калорий. Поэтому мы, это прекрасная программа для того, чтобы сжигать жир. Второе. Увеличивается аэробная и анаэробная выносливость. Также ученые провели исследование. Были выбраны две группы. Одна группа занималась высокоинтенсивной тренировкой 4 раза в неделю по 4 минуты всего. Вторая группа занималась со средней интенсивностью и занималась 5 раз в неделю и по часу. И посмотрите, через 3 месяца работы в таком режиме, что у нас вышло. Та группа, которая занималась со средней интенсивностью, получается, у них повысились значительно аэробные механизмы энергообеспечения. Те же, кто занимался по 4 минуты с высокой интенсивностью, у них повысилась и аэробная, и анаэробная. То есть я хочу сказать, что вот эти вот смешанные виды выносливости и аэробная, и анаэробная помогают наиболее эффективно нам ощущать себя прекрасно, здорово, счастливо. И я вам рекомендую вот этот вот режим работы. И, естественно, тратится минимум времени. Следующий. Как заниматься табата? Естественно, конечно, мы же знаем, что надо, во-первых, сначала хорошо-хорошо размяться, для того, чтобы выполнить высокоинтенсивную нагрузку на пределе своих возможностей. И выложиться по полной, то есть частота сердечных сокращений, если вы здоровы, минимум должно быть 160-170 ударов в минуту. И соблюдаем время интервалов. Работаем 20 секунд, 10 секунд отдыхаем. 8 раундов может быть. 8 раундов таких, получается, укладывается в 4 минуты. Но мы можем, если мы хорошо подготовились уже, мы можем использовать 3-4 таких табата-раундов. И это будет тренировка всего 15-20 минут. Но нужно обязательно помнить, что отдыхать между табата-раундами, 4-х минутами, 1,5-1 минуту обязательно. Какие же упражнения необходимо выполнять? Вообще выполняется, можно в этом табата-раунде выполнять только одно упражнение. Естественно, оно должно быть вам хорошо знакомо и спокойно, чтобы вы его выполняли с правильной техникой. Но обычно выполняется по 8 упражнений. 8 раундов и 8 упражнений выбирается. Поэтому вы можете выбрать, опять-таки, как в круговой тренировке, для разных групп мышц, чтобы вам было эффективнее все мышцы тела прокачивать. То есть различные спринты, прыжки через скакалку, если вы хотите больше аэробную систему совершенствовать, берпи, плавание, отжимания, выпады и приседания. То есть разнообразные упражнения – это выбор для вас, как вам нравится, как вам удобно. Ну, в принципе, я вам хочу сказать, что я вам рассказала все режимы работы, какие бывают упражнения. Я хотела вас завлечь в этот прекрасный мир. Пожалуйста, занимайтесь, выбирайте, тренируйтесь и будьте здоровыми, счастливыми и успешными. Достигайте успеха в карьере. С вами была Гузель Мини Ахметовна Юла Аманова. До следующих встреч.